Данная улица под названием Телефонная является одной из старейших в жилом массиве Коктем. Многие из жителей заселились сюда еще полвека назад. Здешняя дорога с того момента так и осталась на уровне проселочной. И это несмотря на то, что за десятилетия жилой массив успел пополниться тысячами жителей и даже школой. Мы три пожилых людей ходим постоянно, ходили в Акимат, когда будет асфальт. Сюда приходили, замерили, три года ждали, ну сказали, что документы ваши готовы, деньги поступили, вот-вот-вот мы идем вас асфальтировать. Сумма 97 миллионов выделили. 97 миллионов выделили, сказали. И вот я сам лично недавно ходил, 15 числа, осталось заявление. Обещает горы, а толку нет. Осенью же сейчас. Когда будут? Асфальтированных дорог, по словам местных, в жилом массиве Коктем нет даже вблизи школы. Плохие дороги стали причиной скопления грязи в периоды дождей и снежных ухабов зимой. Такси, скорая, пожарные тоже могут и не добраться до здешних домов. Я живу с 75-го года. Постоянно грязь. Скорая не приезжает, такси не подвозит, нас на трассе оставляет. Сколько можно ждать? 97 миллионов выделили? Где они? Вот хотим спросить. Минувшим летом заместитель Акимогорода Дамир Кубенов отчитался перед журналистами, сказав, что улица Телефонная является одной из тех, на которых в этом году будет произведен капитальный ремонт. Однако, как видно на кадрах, своего слова Дамир Кубенов не сдержал. Местные жители выяснили в Гуракимате, что причиной стал нехватка битума и затянувшийся тендер. По улице Телефонная был объявлен конкурс два раза. Никто из подрядчиков не участвовал. В связи с этим конкурс является несостоявшимся. И на будущее будет планироваться корректировка данного проекта и будет включен в план 2023 года. По словам специалистов ЖКХ, улица будет включена в план дорожного строительства уже на 2023 год. Но значит ли это, что дорога тут все-таки появится, вопрос открытый. Ведь на этот год данный участок в план тоже был занесен. Но толку от этого оказалось мало. Влад Рогушев, Сергей Калашников, программа «Факт».